На прошедшей неделе сотрудники полиции зафиксировали более 50 правонарушений. Применение наркотических веществ, распитие спиртного в общественных местах, хулиганство в такси и краже. 19-летний саровчанин лишился велосипеда. Молодой человек пристегнул транспортное средство противоугонным тросом к столбу напротив ночного клуба, где развлекался всю ночь. Утром велосипедист заметил пропажу. В полицию обратилась мать пострадавшего с просьбой найти железного коня. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 кража. В ходе оперативно-рыскных мероприятий лицо установлено. Гражданин Ка, 52-го года рождения. Злоумышленником оказался пенсионер, который уже привлекался к ответственности за кражу личного имущества. Дело направили в суд. Преступнику угрозит лишение свободы до 5 лет. В дежурную часть полиции обратилась женщина с просьбой разыскать телефонных аферистов. Схема банальная. Злоумышленник позвонил пострадавшей и представился сотрудником службы безопасности банка, который заметил подозрительные списания с банковской карты. Неустановленное лицо позвонило, представил службу безопасности банка, сообщили о том, что происходит списание, попросили продиктовать код и пароль, что гражданка сделала. Таким образом, с ее банковской карты списали с 10 тысяч рублей. Жертва потеряла бдительность и назвала персональные данные, чего делать нельзя. Чтобы не попасть на такую уловку мошенников, достаточно знать, что сотрудники службы безопасности не требуют дополнительных данных у клиентов по телефону и не звонят с неизвестных номеров. Сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали ДТП на улице Димитрова, в результате которого пострадала молодая пара. Во время дождя асфальт становится скользким и опасным. Водитель не учел этого. Превысил скорость и не справился с управлением. Он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, то есть на газон, и совершил наезд на препятствие, одиноко стоящее дерево, в результате чего транспортное средство опрокинулось на правый бок. В результате аварии водители пассажир получили ссадины. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь. Молодые люди остались устранять последствия ДТП. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.